всем привет мои дорогие я сегодня записываю такое видео смена ароматов у меня были ароматы на начало весны сейчас я хочу их поменять на какие-то другие но перед этим оставить какое-то свое мнение ну и не то что мнение как я вообще пользовалась этими ароматами и вообще что как происходило начну я с того что не было у меня заявлено в ароматы на этот месяц до начала весны соответственно март это мюглер потому что я его купила уже позже и я его нигде про него ничего не рассказал кроме того как просто показала что вот у меня есть я приобрела ой извините это мне скачет так камера и собственно у меня вот это ангел туалетная водичка в рифгоши на скидке урвала и это подарок мужа на 8 марта что хочу сказать я вообще в восторге я просто теперь фанат я просто нереально счастлива что наконец-то у меня появился такой вот товарищ да такой классный просто аромат я чуть-чуть расскажу что там как по нотам тут очень прям состав такой что я не ожидала вообще это сладкий почулевый теплый пряный карамельный фруктовый ванильный древесный и медовый аромат также пудра и шоколад ну и по нотам вообще аромат этот ну давайте так он в девяносто в том году был создан то есть это очень прям такой старичок старичок и когда-то мы с подружкой обсуждали да я тоже дала естественно попробовать и конечно в те времена он не заходил вообще никак то есть я тогда не понимала его и даже но обходила может быть стороной потому что когда мы были больше по свежачкам были молодые зеленые и ароматы соответственно тоже были зеленые здесь конечно совсем такой абсолютно уровень другой и он значит этот аромат восточный гурманский такой для ну естественно женские да и по нотам все-таки верхние ноты сахарная вата кокос лист черной смородины дыня жасмин бергамот ананас и мандарин это вот намешано даже только вот верхних нотах представляете сколько в серединке здесь мед красные ягоды ежевика слива абрикос опять же смен персик орхидея мускатный орех тмин роза и ландыш и в базе здесь пачули шоколад карамель ваниль бобы тонко амбра мускус и сандал этот аромат получил даже премию award hall of fame 2007 году я вообще в восторге он шикарный это такой он вот знаете но его естественно надо наносить определенным образом его ни в коем случае нельзя да как мы привыкли просто вот так вот пшикнуть его надо как бы в шлейф заходить в его шлейф то есть распылить и заходить в это облачко и на руку соответственно тоже издалека потому что вы просто убьете всех вокруг но что хочу сказать здесь на юге он очень здорово мне зашел потому что он слегка так растворяется я просто без ума я если бы вот не окружающие люди я бы носила его наверное вообще круглогодично просто восторг восторг и я теперь по ходу стала фанатом я хочу теперь всех мюблеров потому что я там перенюхала очень много мне понравилось или надо пришельцы кое-какие и сейчас конечно я борюсь борюсь с собой потому что хотела бы все но надо понимать да что ну куда просто куда так что буду теперь мечтать вот дальше я по-быстрому носила вот jordani gold сэнза это такой вообще отличнейший аромат это моя любимочка мой фаворит нормально я так по расходовала здесь по моему цитрус что-то там сейчас я вам скажу этот у нас аромат бело цветочный цветок апельсина здесь бергамот есть и древесные нотки то есть вот он такой незатейливый в плане состава да но тоже очень и очень интересный я тут чувствую жасмин вот для меня это жасминовый аромат хотя он как бы не заявлен да вроде как но как как его господи блоссом да который новая версия там есть джасмин и поэтому но вот у меня мне очень очень нравится жасминовая нота и понятное дело как бы есть здесь белые цветы и я считаю что белые цветы это вот как раз именно жасмин и есть поэтому я его здесь ощущаю четко так дальше что у меня был тоже oriflame jordani gold вот такой white original посмотрите здесь нормально так израсходована но я им попользовалась всего один раз у меня им пользовалась мама когда здесь была я не знаю почему я его так себе взяла он мне вроде как прямо нравится я его люблю но мама у меня прямо хорошенечко так за сколько она у меня была где-то дней наверно ну больше двух недель да она прям попользовалась классно и от нее мне очень нравилось как это пахло это такой свежий пряный пудровый аромат тоже белоцветочный фрукты есть там и цитрус и зеленый он такой и землистый и мшистый даже мы шестой вот по нотам верхней ноты гиацинт мандарин малина кстати сегодня кому я писала а леночки усадкину что я не знаю что как бы у меня нет вообще малину где чего вот окажется в этом аромате есть малина я и не знала вот потому что у нее любимая нотка малина и я должна тоже отснять свой марафон от яры но я не как врачи времени катастрофически вот значит здесь у нас малина и серединке цветок апельсина нектарин и жимолость и в базе мох белый мускас пачули и ваниль вот он слегка слегка такой терпковатый вот поэтому он как-то я не знаю почему может быть это связано с тем что я в основном мюглер носила поэтому мне конечно да ну и четвертый аромат который у меня был в этом месяце это vivienne sabo amaret который очень похож на coco chanel ну наверное раза три-четыре я попользовалась так знаете чисто там до магазина дойти такой аромат такой так скажем да это у нас древесный цветочный пудровый амбровый фиалковый фруктовый сладкий свежий пряный аромат в серединке там орхидея лотос базе махагонии фиалка амбра и мускус и наверху там гранат вот так что такие вот ароматики были у меня мюглер это конечно просто восторг просто пушка ну и так сдвигаю и рассказываю то чем я буду пользоваться месяц апрель и так начну я опять цари флейм это у меня мисс джордани интенс увидела вчера у яры и думаю такая так я же тоже у меня же тоже есть мне он не пахнет dolce gabbana императрицы потому что ну как то вот я помню эту императрицу очень хорошо на мне нет мне он пахнет каким-то свежаком но в то же время сладким чем-то вот что-то сладкое есть этот аромат у нас вообще тоже белые цветы в нем цитрусовые какие-то нотки зеленый он сладкий древесный фруктовый пудровый лактонный не знаешь такое лактонный мускусный и цветочный значит вообще он цветочно-фруктовый и вот именно вот фруктов вот мне тут вот смесь вот это вот фрукты но я не пойму вот я когда вот нюху мне очень-очень-очень нравится но какие фрукты я как бы выделять не ну не совсем умею когда читаю да понимаю что реально здесь у нас персик апельсин и зеленые ноты в середине горденья и мироли или не роли я не знаю до сих пор как правильно и в базе тут светлое дерево мускус и ванильная орхидея вот орхидея я прям ощущаю персик и наверное все-таки это мускус такой придает чуть-чуть какой-то не знаю не терпкости чуть-чуть слегка он но посерьезнее да чем какая-то там просто водичка он такой прям вот на женщину но хорошую на красивую ну как бы все ароматы понятно на женщина хороших на красивых но вот этот он прям особенный какой-то очень мне нравится и подружка моя его любит я знаю что у него очень много фанатов этого аромата поэтому да тоже люблю значит следующий у меня аромат вот такой позис за секрет это аромат так знаете для нового в сумку кинуть или что-то еще потому что надо его порасходовать что-то у меня залежался фруктовый цветочный древесный цитрусовый пудровый свежий зеленый пряный мягкий пряный ваниль короче как-то так он у нас восточно цветочный я тут ощущаю что я ощущаю я почему-то ваниль прямо у меня сразу выскакивает и скорее всего что-то ну такое цветочное не знаю значит по нотам что заявлено черная смородина бергамот и жасмин жасмин конечно же да потому что я без меня очень люблю жасмин средние ноты здесь яблоко османтуса орхидея яблоко вообще не чувствую но какой-то фрукт есть возможно яблоко какое-то такое в чем-то допустим какой-то карамели и в базе тут подсолнечник сандал и ваниль вот за счет того что ваниль он как бы вот прям иногда кажется слишком чересчур сладким но вот это смородинка с бергамотом придают свежести так он как-то свежевато сладковатый в общем такой приятный очень-очень-очень мне понравился вот вот такой аромат беру у нас это у нас мандарин от фаберлика романия беру его для того чтобы просто ну я не знаю дома пшикать такой ерунда вообще-то абсолютнейший это как бы моноаромат это цитрусовый аромат и естественно просто здесь у нас мандарин все пахнет не тем мандарином который я бы в моем понимании должен пахнуть мандарин потому что я тут как бы избалована абхазскими мандаринами поэтому поэтому я знаю как пахнет мандарин это ну что-то такое может быть цветок мандарины не знаю ну будет поливал очка такая чисто для не знаю восходить мусор выкинуть шучу конечно так и основной свой беру аромат и любимочку мантали солнце flowers очень я его люблю это я прям себе беру как вот у меня был ангел сейчас да тут у меня в этом месяце будет мантальчик основной но он у меня соточка мне его как бы надолго хватит еще поэтому лью не жалею очень классный классный аромат я вам много не скажу да по составу я наверное больше по ощущениям расскажу это зеленый травяной фруктовый цветочный фиалковый свежий фужерный пряный пудровый и розовый аромат в составе у него ромашка зеленые ноты зеленое яблоко пятигрейн фиалка и роза вот по мне я тут розу вообще не ощущаю нет тут розы хоть вы меня тресните поначалу когда я этот аромат приобрела я его приобрела вслепую вообще без безо всякого за теста вот не было тестеров и они он стоил на скидоне очень-очень бюджетная поэтому схватила вот и когда я первый раз мне есть даже первые впечатления записано на канале я как-то его не въехала если честно в него мне показалось какая-то трава зеленая какая-то и не знаю ромашка не ромашка непонятно что не не поняла и очень мне тогда понравился на мужу на моем потому что этот аромат вообще унисекс вот на мужа вообще шикарно просто раскрывается супер вот а потом я вообще у меня так повернулась в его сторону как бы плюсом да так скажем любовь прям любовь к нему образовалась потому что он такой и свежий и в то же время у него вот это вот яблочко чуть-чуть есть которое такое знаете но вот яблоко именно зеленое это вот аромат весны даже лето наверное вот фиалку ощущаю розу и я еще раз повторюсь я не чувствую зеленые ноты да очень классный крутой крутой аромат держится не очень долго хотелось бы дольше то есть я допустим сегодня на работу с утра да нанесла его целый день проходила вспомнила потом думаю господи я же хотела засечь так скажем да сколько времени он держится и к вечеру я просто себя как бы руку принюхалась очень очень близко да он пахнет но как бы шлейф никакого ничего я не ощущала от себя поэтому такое вот манталечка очень-очень-очень классно очень люблю подруги мои тоже я отливант сделала ей она прям тоже от него восторге очень ей тоже он нравится ну такие вот ароматики у меня новенькие да на апрель месяц может быть зацепит мая чуть-чуть посмотрим как пойдет дело если что-то мне хочется иногда другое попробовать на себя нанести я всегда это делаю с удовольствием на это как бы беру за основу так скажем все всем спасибо за внимание ставьте пальчики вверх подписывайтесь на меня пишите в комментариях пробовали ли пробовали вы такие ароматы что вы думаете про мюглер про мантали мне очень очень интересно всегда ваше мнение приятно с вами поболтать побеседовать в комментариях так что присоединяйтесь дружите со мной все спасибо пока пока